так ну вот оба колеса отгружены по 40 грамм многовато но ничего не поделаешь раньше вообще не балансировал никто вот два новых чешских колеса собранных в москве собирал их андрей очень хорошо собирает спицы натягивает по камертону борта выравнивает по индикатору в общем колесики получились ровные не безупречные колеса не безупречны но ровные как и все спицы вы колеса это колеса не безупречны поэтому для спицевых колес это идеальный колес задние чуть пошире передние чуть поуже для вот этого мотоцикла поршневую собрали протянули с моментом момент 2-3 килограмма то есть 20-30 ньютонов крутится нормально но без свечей бумажками заткнули пыль не попадала дождемся крышки зальем масло зажигание уже установлено зажигание будет электронная стоять 140 ватт я думаю хватит его 12 вольт попробуем завести посмотрим что получится всем привет новокузнецк технохаус опять мы собираем я о я покажу в дальнейшем как все придет все разложу но ждать не будем будем собирать двигатель пришли уже головки по двигателю все коробка коленвал сейчас я вам все это покажу головки новые с чехословакии пришли сейчас будем все распаковывать это просто цепь главной передачи со звездочкой перья мы с вами уже собирали вот она уже собранная звезда лежит вместе с кожухом все пришло новое кожух ведущий ведомые звезды ведущие вернее звездочки переключена автомат переключения передач сама коробка уплотнения сальники резинки прокладки коленвал сам вместе с игольчатыми подшипниками раньше иголочки отдельно набирали с двумя шайбами потом сам селектор переключения пришел кольца с пальцами вилочки в общем все по двигателю по двигателю абсолютно все гайки звезда кикстартера подшипники оригинальные сцепление в сборе пришло это все прислали чехи эта коробка но это прислали свечи на я у пришли даже в комплект шпилек но шпильки заказали новые на блок вся крепь пришла моторная потом вот этот тоже болт новый в общем все пришло новое очень много конечно денег это стоит вилочки пришли два экземпляра один нового образца вот эти кованые или отлитые и старого как раньше стояли это вот эти вот гнутые из листа но они твердые мне кажется вот эти будут получше так моторная цепь в общем в двигателе у нас будет все новое блок оставляем старый он в отличном состоянии его заполимерили он хороший блок в нем и будем собирать двигатель втулочки мы уже поменяли сейчас будем садить подшипники и да еще цилиндры будем использовать те которые у нас были они отличные цилиндры я удивляюсь конечно литью чешском пескоструйное это литье смотрится вообще красиво от пескоструй или шлифанули от ханинговали ну в общем-то и покрасим цилиндры поршни пришли чешские с вкраплениями кремния сделали зазор 5-6 соток как рекомендовано изготовителем в общем все начинаем собирать двигатель пока все идет остальное раму подшипник рамы уже установлен верхний и нижний это конечка мото конечка делают наши друзья украине табличка уже установлена рама тоже пришла из чехии номера уже есть эти заглушки идут вот эти вот замки пришли новые с ключами со стопорами вот с этими с проволочными потом амортизаторы пришли отдельно а маятник задний пришел отдельно ось отдельно в общем все пришло отдельно боковая подножка центральная подножка тоже новая в общем все пришло новое это получился такой дорогой конструктор единственное что все бардачки уявы они всегда вот здесь поцарапаны поэтому заказали из черной синтетики и выточили вот такие частенько заказывают такие капролоновые шайбы и вот выточили такие шайбы чтобы не царапать бардачки и бак тогда они придут подоба винта так сделали ждем всего остального вилку мы уже собрали но в общем-то рама у нас готова принятию колес и вилки так крышка одна пришла абсолютно новая вторая крышка наша но мы ее ставить не будем будем ждать вторую новую крышку оригинальную но по двигателю все собираем так ну начнем и наверное с подшипников подшипников коленчатого вала сразу наверняка мы их не посадим поэтому придется их греть маслом помажем вообще двухтактниками занимался очень давно давно в детстве эти моторы не очень нравится но явно считается один из самых красивейших мотоциклов советского союза и она у меня была поэтому этот дорогой конструктор я решил приобрести и собрать этот мотоцикл чтобы температуру нам держать под контролем мы наверное возьмем пирометр будем проверять как будет градусов 150 160 мы его накинем и он должен прямо залететь 82 один упаковали сейчас будем упаковывать другой теперь собираем центральную опору центральную опору у нас от этого же блока бояться не будем все должно подойти центральный подшипник чтобы не проворачивало но за ним немного специальным лактайтом для втулочных соединений подшипников специально на всех двигателях я им пользуюсь отличная вещь прям рекомендую это не реклама это личный опыт ребят даже просаженные подшипники заполняет до 0 5 по моему до 0 5 зазор заполняет и держит прямо при рабочих температурах отличная вещь не разбивает классная штука полимеризуется в пластик причем в пластик такой тугоплавки и держит подшипники даже вот постели вроде разбитая садишь он когда полимеризуется то анаэробные все эти вещи анаэробные как герметики анаэробные также анаэробные средства вот это герметик для уплотнения отличная вещь подшипник уже гарантия что не провернется еще здесь помажем все это дело мы скручиваем тоже лучше наверное с герметиком все-таки это будет все происходить в основном двигателе не знаю мне кажется неважно вверх будут резьбами вниз резьбами думал на эту диму посмотрел если честно говоря не помню как сам собирал в детстве в детстве я его собирал за один день разбирал за один день я ее собирал запчасти я получал посыл торговские раньше можно было только через посыл торг такую технику поймать какие-то финтики такие как поршневую сиденье но еще что-нибудь были такие квитанцию заполняешь по почте отправляешь и потом сидишь гадаешь придет тебе или нет тебе могло прийти могло не прийти то есть без объяснения причин тебе раз и не пришли какие-то запчасти но зато могло бонусом ты сидишь полгода там или сколько там ждешь но у нас да у нас долго потому что мы находимся не в центральной части россии в сибири ждешь там сколько два три месяца потом раз приходит допустим поршневая наяву еще счастливый бежишь в гараж так ну вот центральная опора собрана вместе со штифтом подшипники собраны коленвал мы убираем я по привычке его беру как на позит убираем и пока его забываем коленвал очень интересно пришел он пришел здесь залитый пенопластом видимо для того чтобы его не расцентровать очень хорошо был упакован так ну все дальше вот смотрите таким же образом были посажены вот эти два подшипника вот этот и вот этот это тоже чешские подшипники от маленько уже другого исполнения нежели был здесь оригинальный но это подшипник как сказал производитель он идет только в эту яву больше аналогов сказали что нет эти я не стал брать из краев стояли здесь оригинальные закал по моему вот они закал пусть стоят все посадили опять же вот с этим лактай там и анаэробным герметиком для резьбы здесь ну еще и керни не произвели вот эту звездочку с валом будут полуось мы посадили тоже налог тайт никаких проворотов ничего не было ну собираем дальше так вот коробка коробка новая чешская болты уже с нанесенным анаэробным герметиком болты я не стал ставить под винт для того чтобы быстренько их собрать все остальные винты будут под отвертку вилочки пришли чешские вот эти вилочки и эти чешские и эти чешские только вот эти чешские похоже методом литья сделано вот у них от елки они отпилены и по твердости они вот эти лучше этот старого образца я думаю попробую поставить вот эти этими почему-то больше понравились по исполнению чем вот эти старые в крайнем случае старые мы можем поставить и потом вот так начинаем собирать коробку так а собираем мы вот так вот этот язычок вот этот язычок включает нейтраль но индицирует нейтраль то есть вот это первая передача вот это нейтраль это 2 это 3 это 4 находим вверх первую вот первую и один щелчок что вот это было зуб вот этот прям вертикально был если он вертикально то это у вас точно тракт ну на нейтрали пробуем и собирать поставим обязательно шайбочку втулки мы поставили новые ну еще 02 я положил шайбу шайба у нас лишний не будет так коробка собрана приступаем к нанесению герметика и собираем так смотрите все сальники вот тут сальничка на противную постоянно в масле его тоже поменяли это оригинальный сальник гофро чешский они пришли сразу в комплекте с этими большими сальниками 62 на 25 ну вот двигатель свободно вращается поставлены все сальники теперь мы установим двигатель на раму и потом будем в дальнейшем уже собирать его дальше сейчас заткнем бумагой по затыкаем и будем устанавливать собираем дальше смотрите дуги безопасности абсолютно новые чешские вот все гаечки все все что видите на двигателе весь двигатель весь мотоцикл будет собран весь из абсолютно новых деталей еще раз повторяю это конструктор из абсолютно новых деталей вся я весь вот этот редуктор который вы видите вал кикстартера и переключение передач вот этот манжета она пришла отдельно и отдел потом пружина звезда вот этот кикстартер селектор переключения коробка все это абсолютно новые детали подножка центральная подножка вал задний вал сборе с натяжителями со всем пришел бак но пока я вам показывать не буду потом все вовремя вот крышка она новая абсолютно ее надо отправлять на полировку вот эти вот все здесь осталось все это новый деталей автомат так здесь уже установили вот этот поводок на автомат переключения он тоже абсолютно новый звезда шайба гайка все вал все абсолютно новое также как вот кожух этот потом там контакт нейтрали все это абсолютно новое теперь переходим к сцеплению вот эти вот это лапка лапка пришла уже с этой резиночкой лапка тоже абсолютно новая не знаю где они все взяли вот эти детали вот эти вот среди старые использовать я почему-то не пришли ну наверно нет у них на складе я не думаю что это будет хуже вот мотор но потом вот этот инструмент для установки сцепления протяжки гайки его само сцепление сборит все эти шайбы положили на потом ведущая звезда тоже абсолютно но ниже на головке пришли они тоже абсолютно новые нигде не стояли не тронутые такие вот вировки пришли то есть двигатель будет полностью абсолютно карбюратор не знаю есть у нас новый карбюратор но мы наверно старый поставим новый тоже чешский но он новоотдельный а мы поставим оригинал вот это все прокладки вот это пришло тысячи краны пришли 2 и вот не помню где они есть покажу потом почек в общем занимаемся сейчас сбором распечатываем и собираем сцепление так начинаем все покажу вот это гайка точно потому что здесь есть новая и шайба и втулка вот наверное видно что действительно не езженые детали внутри толка выработки новенькая все такое если видно все общем-то не стоявшие в детстве я только мог мечтать об этом ну и сцепление сами диски чем-то покрыты то есть металлические диски но они чем-то покрыты металлические каким-то слоем не знаю сейчас высота что я могу сказать собираем дальше сейчас начнем устанавливать сцепление так начинаем устанавливать сцепление цепишь какая-то синенькая ну да сразу видно что цепь новая и не прослабленная видите цепь она прям за бутуны даже поднатянутая значит новая цепь значит на цепь не будет дергаться вперед назад а когда разбирали мотор я вот этот блок освобождали цепь она уже такая была прям болталась но красота закручиваем все с анаэробным синим протянем все это дело пневматическим пристрадатом во всякий случай это готово это готово но это тоже наверно гайку герметиком вообще если честно приятная неожиданность тут вот когда собираешь все новое конечно это все надо было мне в 16 лет в детстве сейчас мотоцикл вовсе не нужен больше спортивный интерес его собрать осуществить мечту будем считать что пригодится если кому-то надо пожалуйста когда-то в детстве как детстве в юности в 16 лет я перебирал я уже один день снимал мотор раскидывал и потом собирал это когда приходили какие-нибудь детали по двигателю из посол торга советская тема была раньше такая счастье было немерено вот эти края эти края их лучше завалить их их развальцовывает есть алмазный диск прямо на алмазике чуть-чуть так чик по не были грибочком потому что может развальцевать так будет играть потом не знаю если видно второй надо делать точно так же сразу более жесткой смазкой очень такое для первоначального запуска это на это будет лучше а только вымеется помоется кернить эту гайку наверно не будем новую пружину по длине чем стояли поэтому надевать их немного сложнее вот цепь конечно отличная новая ни разу такого не видел здорово ну все это можно теперь закрыть крышечкой теперь будем собирать паршневую цепь видно как будто натянутая ну что значит новые железки новый мотор да кто покупал конечно новую яву все это знает у меня новая вы не было я только-только осуществляет что мечту получить новую яру а ведь кто-то этим пользовался восьмидесятых годах брал новый мотоцикл и был самым счастливым человеком в ссср собираем дальше вот еще одна маленькая радость владельцев я новый комплектик для вот этой тяги вот приступаем к сборке двигателя продолжаем двигателя накрыл на всякий случай кольца у нас чешский с таким обозначением као знаю прислали честь по изготовлению по качеству видно что это никакие не польские по-моему по качеству материала вроде кольца ничего из опыта так вот смотрите двигатели двухтактные они очень требовательны к балансу 257 и 5 257 и 5 оба с пальцами 257 и 5 это как тяжелые поршни но все равно их пришлось подгонять пальцы и поршни и по поэтому внутри так выглядит поршень когда он был получен эти шпуньки которые для подгона веса я у обоих убрал сразу чтобы не было лишнего веса потом начал подгонять это все по весу чтобы они до сотой грамма соответствовали друг другу вот смотрите вот этой фрезой они вот такие они разные есть всякие есть сошим я мажу специально чтобы алюминий не залипал вот лучше всего такой пневматической машинкой маленькой берете и выбираете материал равномерно по сторонам чтобы не пропилить денег на дыру потихонечку маленько пошкрябываете и подгоняете каждый поршень двухтактных двигателей тем более рядные вот они вообще рядные двигатели они очень требовательны к массе поршня если даже на снегоходе там какой-нибудь моторист вам собрал и разница там в два грамма как говорил один мой знакомый моторист все граммы на оборотах превращаются в килограммы вы вроде с завода получали снегоход либо двухтактный мотоцикл и он ездил нормально а потом вы получаете после капремонта у него какие-то дисбалансы какие-то там посторонние шумы он едет но уже едет не так и вы грешите на то что якобы русские не могут собрать все могут русские просто нужно уделять внимание вот этим мелочам дисбаланс это очень важно очень важно если у вас сбалансировали два поршня то у вас лишние 100 200 оборотов причем при чистой работе двигателя это очень важно при чистой он работать будет чистенько на оборотах на низких оборотах там можно навесить хоть килограмм влиять не будет а вот на высоких оборотах у вас будет это очень заметно поэтому обратите внимание на вес поршней попробуйте подогнать и вы увидите совсем другой двигатель на максимальных ну на средних максимальных оборотах ну вот поршни установлены шпильки новые двигатель получается полностью новенький кайфово когда детали чётко-чётко подходят я советую брать это все просто у чехов ищите на ebay там у них много всяких ссылок и у производителя в чехословакии берете коленвал поршни с высококремистого алюминия пальцы стопора прокладки то есть полностью двигательную часть цилиндры можно отшлифовать и расточить у себя в городе где нибудь я сделал у себя те цилиндры которые есть смысла их покупать нет потому что тот слой который был выработан его сняли и я поставил шестой ремонт там есть до восьмого ремонта у них чехословакии если вы берете пальцы игольчатые подшипники коленвал и поршни с кольцами у одного и того же человека у производителя то у вас гарантия того что все это сядет как по маслу собирал на горячую 120 градусов греете феном заходит прям вот прям пальчиком вот так все стопоры поставил красота отлично двухтактный двигатель и очень требовательные очень требовательны к сборке капризные если допустим четырехтактный двигатель вам сотку полторы простит 2 здесь этот двигатель вам уже не простит поэтому его нужно собирать очень тщательно очень капризные моторы не снимал Извините, потому как сам нервничаю Снимать сборку двигателя я не буду Все остальное снимем Двигатель соберу в тишине Вот у нас новые головки Из Чехословакии Вот у нас поршневая готова Мы ее и гаечки пришли новые Все это дело почистили От песка строили все эти цилиндры Потом расточили их Покрасили глянцевой термостойкой краской Краска, кстати, очень хорошая Не липнет и термостойкая Странно, хорошая краска Цилиндры очень красиво получились Здесь у нас готово Все, начнем устанавливать Крышки у нас на полировке Потом оденем крышки и будем пробовать заводить Теперь мы собираем пакеты гофр и пружин Оригинальные с Чехословакии Гофрированные трубочки пришли нам Пришли новые стаканы пружин Верхние чашки пружин Пружины новые Серьга подвеса крыла Очки так называемые И новые гайки с отверстиями вентиляции Ну и шайбы И вот перья мы с вами уже собирали Сейчас все это дело соберем Вот это барахло все старое Стояла вот такая вот серьга Мы будем ставить все новое Как я и обещал Вот эти вот стаканы стояли на этой Ну не на этой, а вообще на яве стояли Мы получили новые стаканы Вот это все, все что стояло Вот эти шайбы Вот новые Вот эти стояли Потом эти я вам объяснил Что я перетачивал Стояли вот такие кольца Я выточил вот такие кольца Вот такие кольца Которые центруются на внешние обоины И тем самым они не болтаются Здесь вот так Они центруются и не задевают шток Потом мы изготовили еще 4 синтетических кольца Капроновых Которые будут одеваться вот так А потом уже только будут одеваться у нас стаканы Для того, чтобы стаканы не сжирали у нас краска-обкраску Не съедали у нас друг друга Чтобы не получилось вот так Как это в оригинале Все стаканы обшорпанные Ободранные Ну и очки все, конечно, пошорканные Чтобы у нас все это дело сохранилось вот так И было целым и невредимым Мы оденем вот такие капроновые Сейчас будем собирать Собираем наши красивенькие Новенькие пружинки Запах как будто новый велосипед Купили и поставили дома Вот этот запах новой резины Причем новая резина так не пахнет Так пахнет только вот именно вот Резина, которая вот раньше была Вот этот запах Да, я давно не чувствовал вот этот запах Именно той резины, как вот было на тех велосипедах В спортивных магазинах Как раньше вот продавались Действительно старая штучка Сейчас резина почему-то так не пахнет Может быть, наверное, потому что Сейчас резина в большинстве своем синтетическая А здесь похоже Так, наверное, каучук пахнет Запах детства Один пакет собрали Перь, собираем Второй пакет Я помню, когда мне подарили подросток велосипед И был вот именно вот этот запах И когда отец покупал новую машину Это была, по-моему, Жигули какой-то Тринадцатая модель В гараже очень долго стоял вот этот запах В салоне автомобиля Запах новыми резино-техническими изделиями Ну вот, собрали второй пакет Начинаем собирать перья Начинаем собирать эту сторону Подставляем капроновые прокладки Которые мы сделали Потом заводим это все сюда И подтягиваем гайками Ну вот, в принципе, вилка у нас и готова Осталось только протянуть Новая вилка на новом мотоцикле С новыми штоками С новыми гайками С новыми пружинами, гофрами, шайбами, стаканами Собираем дальше Получили мы с Москвы Или, правильно сказать, из Москвы Получили колеса собранные Вот в таких ящиках я отправляю Андрею Собирать колеса Вот тоже ящик Вот в этих ящиках колеса ездят на сборку И в этом ящике мы отправляли оригинальные обода Оригинальные ступицы И оригинальные чешские спицы И вот человек делает Какую прелесть Ну это и не еще, у нас холодно А вообще Андрей делает По камертону натягивает спицы Ну и колеса он делает очень ровные Сейчас достанем второе Вот и второе колесо Вот одна спица была лишняя Ну вот колеса мы получили на ЯО Чешские, но собранные в России Вот камеры Это камеры чешские Одна у нас 3,50 Одна у нас, по-моему, 3,25 А вот это вот Это у нас ободные ленты Которые мы будем устанавливать На эти обода Первое колесо мы, наверное, будем переднее Ну вот как раньше мучились Анахронизм Камерные колеса с сосками Геморрой вечный Это надо попасть туда Какими-то усилиями Потом заправить камеру Надуть Я еще помню Постучать, чтобы камера расправилась Бескамерные шины Насколько избавили человечество От бестолковых движений Теперь фиксируем этот сосок Гайкой, наверное Подтянем ключиком Во всякий случай Ну прям по всем правилам у нас колеса А в дороге эти колеса Мы пацанами бортировали отвертками Очинили их Десятикопеечными монетами В половинку сжимали И закусывали Вот такой бестолковщиной мы занимались Но было очень интересно жить Будем пробовать Теперь проверяем задний диск Запортуем Потом сразу проверим Но этих колес По-моему нет направления А нет, есть Есть, надо то перепроверить Раньше все это мы делали Руками и отвертками Берем еще одну камеру Камеры в 80-е годы Были большим дефицитом Поэтому их клеили Вулканизировали Специальные там Вулканизаторы продавались Сырой резиной Бензин Целая лаборатория должна была быть Чтобы ваше колесо заклеилось Колесико у нас Переднее Идеальное Не о чем мечтать Теперь находим у нас Низ Вообще дисбаланс-то хороший на колесе То есть отвешили мы сейчас 20 грамм У нас все равно Грамм 5 у нас подтягивает 20 35 грамм 35 грамм еще просит 40 грамм Ничего не поделаешь Если просит, надо вешать Может быть они их без оборудования Вообще делают эти колеса Даже для автомобильного колеса 30 грамм 40 это многовато Ну придется так Зато у нас будет отбалансированное колесо Двигатель мы собрали То есть двигатель собран Теперь поставили фильтр Оригинальный 6-ти вольтовый Чехи прислали нам фильтр Но они нас маленько Либо не поняли Либо обманули Прислали нам 12-ти вольтовый фильтр С двенажки Он немного другой Новый Но немного другой Не стали его ставить Зачем нам фильтр от двенажки Мы взяли свой фильтр Отреставрировали его У 6-ти вольтового фильтра Болезнь Вот это выходное отверстие Мы отфутировали его внутри Д16-е И здесь и науретановый клей Все собрали То есть сделали Такую модернизацию этого фильтра И он получился лучше Чем был Ну теперь у нас практически новый фильтр Да, но мы его закрепили еще по-другому То есть он закреплен До перекраски рамы Мы же красили номера Ну, в общем, это нюансы До покраски было сразу просверлено отверстие И науретановый клей И вот он у нас сидит крепко Сквозное отверстие Потом здесь Так я делал еще в детстве В юности Но раньше не было уретанового клея А здесь мы проклеили здесь И здесь И все на уретане сидит Все Теперь этот фильтр никуда не денется А у 6-ти вольтовых фильтров Это болезнь Вот этот кронштейн Он заранее был у нас спилен Ну, в общем, вот так Все проблемы с фильтром Были учтены И сделаны Собираем дальше Ну, фильтр похожий на оригинальный Такие же фильтры получали После уторван Только здесь написано было Здесь без навписи Очень похожий фильтр Будем надеяться, что в настоящее время покажется Субтитры сделал DimaTorzok